Доброе утро, уважаемые трейдеры. Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Как и всегда, разбираем события и то, что интересно у вас случилось на финансовых рынках за минувший день. Друзья, я думаю и практически не сомневаюсь, что вы и без меня знаете, что основным новостным триггером, скажем так, для всех площадок, независимо от того, чем вы спекулируете, нефтью, облигациями, валютными активами, либо инструментами фондовых рынков, есть только одна идея, которую сейчас все отрабатывают. В зависимости от того, как поворачивается этот фундамент, собственно, то и происходит с инструментами. Речь идет о эскалации и политической опряженности даже уже не между США и Китаем, а между США и Сирией, где, скажем, сбоку припеку находится еще и Россия, потому что мы с вами обсуждаем возможности применения самой настоящей военной атаки, ракетного удара по Сирии со стороны США, поскольку Россия это союзник, скажем так, Сирии, то разворачивая определенным образом данный фундамент, можно понять, какие интересы здесь могут быть задеты. И, соответственно, можно допускать, что при неблагоприятном развитии событий какие-то встречные меры, будем надеяться, ни в коем случае не военного отклика, но все же будут предварены в жизни и так далее. Этот новостной фонд остается ключевым на статистику, как бы нам не хотелось, рынок пока не очень обращает внимание, то есть все те, кто спекулирует финансовым инструментом, мне кажется, все как один подписались на твит Трампа и ждут то, что будет сказано, то, что будет написано в его, скажем, социальных сетях, и какое мнение он будет дальше транслировать в средства массовой информации, и что же в итоге будет делать дальше. Соответственно, мы вынуждены тоже работать с этим фундаментом, и я надеюсь, что вы не упускаете эти твиты, потому что они действительно интересны. Трамп, на мой взгляд, главный манипулятор сейчас курсами финансовых инструментов, и, соответственно, то, что мы слышим от него, находит прямой отклик и отдачу на основных торговых идеях. То есть, возвращаясь, давайте прям по порядку, начнем мы с нефтянки, которая сейчас снижается, но в целом мы еще можем констатировать о том, что актив находится на многомесячных, даже многолетних максимумах, поскольку цены держатся выше 70 долларов за баррель. 72.09 – это закрытие, собственно, торговой сессии четверга 71.79 – это те котировки, которые мы наблюдаем прямо сейчас. До этого мы говорили о том, что потенциал роста у нефти сохраняется, потому что трейдеры отыгрывают геополитический фон, эскалацию напряженности и допускают то, что катализаторам, собственно, бычьей динамики нефти могут выступить определенные перебои с добычей углеводородов, ну и, разумеется, перебои с поставками на глобальный рынок. И эта тема была интересна тем, что в подвешенном состоянии находилась возможность принятия и отдачи транспортного приказа нанести ракетный удар по Сирии. Все замерли действительно в последние дни, это было центровым событием, будет оно или нет. Сделает ли Шан Трамп такую ошибку, либо все-таки будет дружить с головой и, соответственно, не станет применять, на мой взгляд, такие гнусные меры, как, собственно, ту бомбежку, которую он хотел устроить. Поэтому рынок допускал, что срыв поставок – это потенциальная нехватка, предложение, это то, что может стимулировать дальнейший рост цен на нефть. Но, как вы прекрасно понимаете, я уже отметил в начале брифинга, сейчас немного ослаблю уже эти риски, потому что очередной твит Трампа, потому что, да, он говорил о возможности, собственно, нанесения ракетного удара, но он не обозначил сроки. И этот удар может произойти очень скоро, это прямой перевод, либо совсем не скоро. Ну, в общем, как хотите, друзья, так получается у нас и… так мы и можем, собственно, анализировать то, что он сказал. То ли дождь пойдет, то ли солнышко выглядит, ну, неважно. Соответственно, неопределенность, она сохраняется. Но, с другой стороны, все-таки, пока у нас есть пауза, может быть, эта пауза будет использована благоприятным образом и, в частности, Трампом. И следующие решения не будут столь же воинственными, как и раньше. По крайней мере, Трамп оставит это желание, либо возможность усиления и провокации еще большего противостояния военного на территории Сирии. Соответственно, если геополитический фонд так и не будет, собственно, усугубляться, то, друзья, у нас непременно произойдет разворот по котировкам нефти, потому что больше уже не будет необходимости отыгрывать риски с перебоями поставок и будет больше шансов сфокусироваться на статистике, отыгрывать СИО. Кстати, вот именно обострение ситуации в Сирии стало причиной, по которой трейдеры были вынуждены проигнорировать статистику по запасам нефти и объему добычи в США. То есть это данные от администрации и на политической информации. Напоминаю то, что добыча в Штатах зафиксировала очередной максимум 10,52, запасы выросли на 3,3 миллиона. По идее, мы могли бы эти данные, которые исключительно медвежьи, использовать для распродаж. Еще один фактор для коррекции – это вчерашний доклад ОПЕК, который сообщил нам новые, точнее, дал возможность торговать новые водные, о том, что предложение нефти в странах вне ОПЕК будет увеличиваться неуклонно и существенно произойдет спроса в этом году. Кстати, за прошлый месяц производство нефти в странах вне ОПЕК выросло на 180 тысяч. До конца этого дня, друзья, мы ждем с вами прогноз по спросу от Международного энергетического агентства и ждем еще статистику Baker Plus по количеству нефтяных терминалов. То есть есть у нас еще опора для распродаж. И добавляя к этому еще и классический пятничный эффект, все-таки желание трейдеров уже фиксить, те сделки профитные для многих, кто открывал длинные позиции в расчете на эскалацию и ополитической набереженности, собственно, закрытие этих сделок может стать причиной дополнительного отката. Ну и если Трамп, собственно, не повторит опыт конца прошлой недели, то есть мы вроде бы как также в четверг на прошлой неделе смирились и успокоились в связи с тем, что не было новых комментариев, да и Трамп, собственно, тогда, правда, мы обсуждали ситуацию торгового противостояния между США и Китаем. Но Трамп, как вы помните, принял решение в четверг прошлый, отдал поручение торговой палате расширить или рассмотреть возможность увеличения списка товаров, которые будут действовать таможенные пошлины. Пока что ситуация повторяется. У нас четверг более-менее спокойный, мы замыкаем неделю, и я надеюсь, что не будет никаких импульсивных решений снова со стороны Трампа. Если не будет, друзья, то при поддержке статистики, при поддержке технического отката сегодня есть больше вероятности для развития нисходящей динамики, вот на что мы и будем делать ставку. То есть нужно нам сейчас возвращаться ниже 70, нужно снова ломать вот этот мощный барьер, который сейчас выстроен на этой планке 70 долларов за баррель. И я надеюсь, что все же мы уже будем работать с коррекцией, которая перерастет в возобновление ближнего нисходящего тренда. 61,87, собственно, курса доллара-рубля. Ну, вы понимаете, что здесь причина укрепления курса российской валюты даже не в том, что происходит на рынке нефти. Основная причина локальной бодрости рубля, все связано с той же деэскалацией напряженности. Поскольку не было отдано приказа провести ракетный удар по Сирии, соответственно, есть и ожидание того, что его вообще не будет. Значит, не будет причин, либо почвы для того, чтобы обострить ситуацию и без того неприятные отношения между США уже и Россией. Поэтому этот новостной фонд немного успокоил рынки. Мы это видели и в российской фондовой секции, и, собственно, в курсе рубля. Ну, и также Минфин на определенное время, сроки пока неизвестно, но прекратил покупку валюты. Возможно, это также тот шаг, который помог все-таки отвадить сейчас спекулянтов, делающих ставку на девальвацию от, собственно, сделать по продаже этого инструмента. В общем, 61.87 сейчас цены держатся. Мы, уверен, будем стабилизироваться примерно в сопоставимых уровнях. Я думаю, что есть шансы даже снова откатиться в район 60. Но 60 рублей за доллар – это что-то вроде новой реальности. Для курса рубля – это те котировки, с которыми мы и будем работать дальше. И лишь только в том случае, если нефть оправдает наши с вами медвежьи прогнозы, просядет, мы будем наблюдать за девальвацию курса рубля снова в районе 65. Доллар – японская иена. В целом, друзья, хочется отметить, что, подводя итоги вчерашнего дня непосредственно по ценовым уровням, ситуация неплохая. Потому что евро просел, фунт остался на очень высоких значениях, даже переписал, обновил максимум. Доллар – японская иена выросла. Доллар – канадец пока держится на тех же самых уровнях, рядом с отметкой 1.26. Но отсутствие сейчас снижения для нас, как покупателей данной валютной пары, это тоже позитив. Хорошо, что пара не валится теми темпами, которые мы наблюдали до этого. Австралийцы и Новозеландцы тоже без особых изменений. Американский фондовый рынок по причине, опять же, потеплений, улучшения настроения на рынке тоже продемонстрировал позитивную динамику. Да и, в принципе, позитив был характерен также и для рынка криптовалют. Доллар – японская иена имеет сейчас очень много возможностей для роста. И все они связаны с фундаментом. То есть мы с вами на этой неделе очень внимательно следили за статистикой по инвестиции. Инфляция вышла, она не разочаровала, потому что блазовый индекс потребительских цен вырос до 2,1% с 1,8%. Напоминаю, что инфляция – это то, что будет использоваться представителями Пресс для того, чтобы принять окончательное решение, стоит ли повышать ставки или рост инфляции. Конечно же, это статистика и весомый аргумент в пользу того, что ставки нужно разгоняться дальше. То есть если тенденция будет неизменной, то тогда мы будем работать с дальнейшим вектором ФРС, направленным на нормализацию денежно-наферитной политики. Не разочаровали, друзья, протоколы. Я вчера говорил, что единогласно все 12 голосующих ха-членов ФРС отметили улучшение экономических условий на рынке. И самое главное, подчеркнули то, что создан и, по крайней мере, заметен устойчивый рост инфляционных ожиданий. И, собственно, в следующий раз, когда мы будем уже следить за итогами двухдневного заседания ФРС, это уже, в принципе, совсем скоро, друзья, ФРС уже будет ссылаться на те данные, которые по инфляции мы разбирали на этой неделе. И риторика станет еще более жесткой, тем более, что сами представители ФРС обозначили готовность голосовать за более высокие темпы изменения процентных ставок, потому что проблема с инфляцией, она пусть и не решена, но инфляционный тренд встал на путь устойчивого восстановления. И я уверен, не сомневаюсь в том, что рост этого индикатора продолжится и дальше, потому что инфляция будет опираться на очень сильный рынок труда. Заявки на пособие по безработице вчера по факту отсчета 162-я неделя подряд, очень долгий период, исторический прецедент, таких рекордов у нас еще не было по продолжительности, что показатель держится ниже 300 тысяч. Это создает условия для того, чтобы мы говорили о сохраняющемся прогрессе на рынке, собственно, труда. И благодаря этому, собственно, уровень безработицы остается на отметке 4,1%. Это то, что соответствует максимальной занятости. Поэтому, возвращаясь к индексу потребительских цен, к жестким протоколам, позиции Джерома Паула, который также отметил, что ставки будут расти дальше, потому что это позволит избежать перегрева экономики, мы верим в то, что ФРС, возможно, даже отложится, осмелится на троекратное повышение ставок до конца этого года. Это приведет к росту доходности американских облигаций. И если нам повезет, потому что здесь нужно уповать только на удачу, никто не знает, что творится в голове у Трампа. Если нам повезет, и мы все-таки не будем уже возвращаться к этим геополитическим рискам, и Трамп займется непосредственно тем, что происходит в Америке, и не будет лезть на глобальную арену, в плане и торговых войн, и в последнее время мы говорим не только о торговых, а о самом настоящем проявлении даже военной агрессии, у нас будет возможность стать нормальными спекулянтами, которые отыгрывают нормальные фундаментальные показатели. И в эти показатели лично я верю, друзья. Доллар и иена у нас восстанавливаются, 107.36. Я еще давал ей в конце прошлой интелли, в начале этой, и рекомендацию о том, что нужно было на откате подбирать эту пару. Мы оказались в сделках. Ни в коем случае не закрывайте позиции. Верьте, вы лучше, потому что, если нам повезет, и мы не столкнемся с очередным, скажем, твитом Трампа, который вернет на рынок прежние панические настроения, сегодня день будет закрыт выше доллара японской иены, и мы продолжим расти на следующей неделе. Американский фондовый рынок, как я уже отметил, тоже отыгрывает улучшение настроений глобальных, успокоились тем, что Трамп взял, будем надеяться, большую паузу в решении относительно применения оружия в Сирии. Американский фондовый рынок еще готовится к сезону, к старту квартальных отчетов. В этот раз ожидания исключительно оптимистичные. Я посмотрел, собственно, за оценкой аналитиков, по сути, своих коллег ожидается то, что прибыли компаний в прошлом квартале выросли больше, чем на 18%. И если этот прогноз будет оправдан, то, соответственно, мы будем работать с самым лучшим кварталом за последние 7 лет. Пока что нет отчетов, они их, скажем, на повестке ближайших торговых сессий. И рынок может еще находиться в этих розовых очках, верить в исключительно оптимистичное будущее, верить в то, что американский фондовый рынок будет восстанавливаться. Я хочу еще раз напомнить вам, друзья, лучше бы эти розовые очки сразу снять и обратить внимание на то, что происходит с долларовой ликвидностью, обратить внимание на прочие риски, которые мы неоднократно обрисовывали для американского фондового рынка. И эти риски по-прежнему еще сохраняют возможность, чтобы отправить тот же самый СНП в район 2,5 тысяч пунктов. Я абсолютно уверен в том, что мы доберемся до этой планки. Евро против доллара снизилась, снизилась европейская валюта. Почему? Потому что очень много плохой статистики выходит в последнее время по еврозоне от бизнес-оптимизма, доверия потребителей до основных показателей, на основании которых мы анализируем торговый баланс и показатели активности во сфере услуга, промпроизводства. И все это, как кульминация, выводит нас на ожидания по экономическому росту. Так вот, в Министерстве финансов Германии я даже не припомню, когда в последний раз они делали не самые радужные прогнозы, но признали в этот раз то, что экономический рост может замедлиться. И, конечно же, он замедлиться. Достаточно оценить то, что происходит с профицитом торгового баланса, как падают показатели экспорта и как активно сейчас обсуждают торговую войну. На чем, прости? Промышленное производство еврозоны снизилось в очередной раз с 0,6% два месяца назад, да, минус 0,8% месяц назад, получается. Это худшее значение с 2016 года. В годовом выражении спад с 3,7% до 2,9%. Вчера у нас была возможность еще послушать протокол Европейского центрального банка, тоже включительно в негативных тонах, но очень много говорили о курсе евро. Отметим то, что дорогая валюта – это основной источник неопределенности сейчас для экономики. И дорогая валюта, вы представляете, спустя столько много времени Европейский центральный банк стал использовать те же самые формулировки, которые были взяты за основу нами. Это формулировки того, что дорогая европейская валюта будет тормозить, собственно, рост индексы потребительских цен. Это действительно так. И это признал, собственно, ИЦИБ. И снова вопрос на засыпку. Ну, как вы думаете, с учетом такой экономической конъюнтуры, таких нерабжных перспектив, ну, неужели ИЦИБ начнет, ни с того ни сего, сейчас повышать процентные ставки и свернет программу количественного смягчения? Я надеюсь, что ответ у вас есть. И в связи с этим ответом, надеюсь, что у вас есть уже конкретное понимание из объективных, фундаментальных причин, что произойдет с Европейским дальше. Держим короткие позиции, тем более, что мы остаемся в них уже какое-то время. И я даю для тех трейлеров, которые только подключаются к нам, для новых, скажем, подписчиков нашего канала, еще и новые уровни, с которых тоже можно приобщиться к этому ралли. В общем, по евро ситуация не меняется. А вот что касается британца, то упорно, а фонд продолжает двигаться вверх, это тоже, друзья, наш с вами изначально определенный сценарий и план. Мы видим пару фунт-доллар выше отметки 1,43. И я думаю, что пройдет еще несколько торговых сессий, и мы действительно окажемся за этим сопротивлением. Тем более, что сейчас фунт очень охотно отыгрывает статистику, которая приближает нас к майскому заседанию. Банк Англии, когда ставки будут повышены, фунт отлично отыгрывает и прогресс по Брэкзиту в виде двухлетнего переходного Брэкзита. Фунт отлично отыгрывает любые маломайские комментарии, которые на рынке появляются о том, что стороны, я имею в виду ЕС и Англия, близки к новым договоренностям, которые в конечном счете позволят закрыть все спорные моменты и окончательно сделать вывод о том, что страны договорились, и Англия с минимальными потерями все-таки станет автономным государством. В общем, причин для роста британской валюты очень много. Я думаю, что основные из них не изменятся. Пройдет еще неделя, несколько, мы будем говорить про все те же самые катализаторы. И будем ждать, собственно, новых отчетов от Англии. Я рекомендую вам обратить внимание, чтобы сегодня посмотреть статистики, с которыми будем работать на следующей неделе, вы будете приятным удивлением, потому что отчетов, ну, тьма просто. И каждый день, это действительно прям хронология суперповодов, которые мы будем отыгрывать. Поэтому я с огромным удовольствием вас всех призываю не пропускать брифинги, подключаться в прямой эфир через перископ каждый день. Будем разбирать, следить за всем, прогнозировать, строить идеи и оценивать общие фундаментальные уконы. Это важно. И я не призываю, друзья, вас всех действовать так, как действую я. Поскольку понимаю, что для большинства все-таки долгосрочная спекуляция – это не тот подход, которым привыкли руководствоваться. И вам нужны краткосрочные уровни, краткосрочные цели. В этой связи все-таки я абсолютно уверен в том, что краткосрочный трейдинг – это просто игра, угадайку. Это то, что, скажем, относится к плоскости 50 на 50. Я думаю, что помимо этих краткосрочных спекуляций, может быть, у вас есть и какие-то опоры в виде технического анализа. И хорошо. Нужно не пренебрегать и долгосрочным взглядом. И, возможно, с минимальной загрузкой депозита, с небольшими плечами открываете сделки на долгосрок и, собственно, придерживаться, оценивать вместе со мной то, что происходит на рынке. Это сделает трейдинг и спекуляция гораздо интереснее, нежели чем просто следование каким-то тупым уровням, которые кто-то, скажем, озвучивает и так далее. Рынок – это гораздо интереснее. Рынок – это, собственно, колоссальное количество информации, которое позволяет нам развиваться и, в принципе, находиться на передовой всего самого интересного, что происходит. И надеюсь, что к рынку вы относитесь так же. Из событий сегодняшнего дня ждем открытые локации по штатам, по 17.00, по московскому времени. Мочеганский индекс 17.00 тоже в этот же самый период. То есть у доллара потенциально есть еще поддержка до конца этого дня. Тем более, что прошлые значения Мочеганского индекса оказались на максимуме за последние 14 лет. И я уверен, что потребители стали более оптимистично оценивать перспективы собственные в рамках американской экономики. В 20.00, как я уже отметил, ждем Бейкер-Хьюз по количеству нитфинных терминалов. Скорее всего, перевалим мы за 810 единиц. И также сегодня времени, точно не назову, но, скорее всего, уже в ближайшее время, выйдет от счет от Международного аналитического агентства. По прогнозам на спрос на нефть до конца этого года, возможно, так же, как и ОПЕК, эта статистика будет больше благоволить продажу. Но тогда уж точно цены на нефть пойдут вниз. Друзья, на этом, собственно, все. Хорошей вам заключительной сессии, завершении недели. Удачного, результативного, замечательного выходных. Увидимся мы с вами в понедельник, как и всегда, в 9.30 по московскому лейву. Всего доброго, до свидания.